Когда человек в растерянности, в смущении, дьявол может с ним делать всё, что ему заблагорассудится. Каждый раз, когда с нами происходит смущение, мы тоже нуждаемся в этом успокоении от Господа. Нам нужно в состоянии смущения прийти опять, в состояние покоя, когда мы способны рассуждать и что-то делать. Для этого надо запомнить аксиому духовной жизни. Любое смущение, под каким бы предлогом оно ни подошло, всегда дьявола, потому что цель смущения как раз в том, чтобы душа человека взволновалась, и он утратил возможность видеть Бога. Мы это наблюдаем и в сегодняшнем Евангелии. К апостолам пришёл сам Господь, а они смущены. Вот он, Господь, перед ними, а дьявол хочет это отнять. И такие смущения бывают постоянно, потому что дьявол пасёт человека. Не только Господь за нами смотрит, но и дьявол, как лев рыкающий, ходит вокруг. Каждой души ищет кого поглотить. При крещении каждому человеку святым миром запечатлевают очи, ноздри, уши, грудь, руки и ноги со словами «печать дара Духа Святого». Печать – это неопредалимо для дьявола до тех пор, пока человек сам не откроет эту неприступную крепость. Старину, когда строили мощные оборонительные сооружения и взяли их штурмом, было нереально. Можно было победить только хитростью или подкупом. Находили человека, платили ему денежки. Он открывал ворота и тогда уже расправлялись с насельниками крепости. Так и христианин для дьявола совершенно не приступен до тех пор, пока не отворит двери своего ума, либо своего сердца. Не открой туши или очи свои для какого-то соблазна. Вот часто просчёт человек книгу и смутится. Но если ты так слаб, зачем тогда читаешь такую книгу? В 35-городственную жару ты же не наклонишься перед лужей, не будешь из неё пить, а подождёшь до дома. Потому что из лужи пить рискованно, можно инфекцию подхватить. Да и бензином пахнет и вообще. Кто-то туда плюнул. Поэтому если ты знаешь за собой какую-то слабость, к примеру, рассеянность, и наиск вытекаешься, говоришь, что ты рассеян, зачем же тогда телевизор смотришь? Чтобы ещё больше отупеть, ещё больше стать рассеянным. Зачем ты себя уродуешь-то? Непонятно. Но человек соблазняется, отверзает свою душу, эту неприступную крепость. И дьявол начинает там хозяйничать. А потом разорённый человек приходит в храм. Что мне теперь делать? Как что? Ну ты хотя бы учти этот опыт и дальше так не делай. Иначе твоя церковная жизнь превратится в сущую бессмыслицу. Я, говорит, страдаю от блудных помыслов. Замечательно. А зачем же ты смотришь всякое блудное кино? Чтобы потом опять страдать? Это всё равно, что бензином огонь заливать. Зачем отдавать себя на поругание дьяволу? Господь сказал, посмотрите на меня, на мои руки и ноги я взошёл на крест, претерпел страшную лютую казнь, невносимые страдания. Для чего? Чтобы вас освободить от греха. Поэтому, какой бы ни был соблазн, достаточно перекрестившись сказать, Господи, помоги. И соблазн тут же исчезнет, как дым. Но мы этого не делаем, и поэтому погружаемся опять в мирскую жизнь. Становимся людьми расхристанами, забывшими Бога. Дьявол, что хочет с нами, то и делает. А нам надо учиться стоять у врат своего сердца и все стрелы лукавого отражать. Чем? Обращением к Богу. У нас есть этот чит. Мы всегда можем Богу помолиться. И Господь своей благодатью отразит любой помысл, любое смущение. Вот что-то нам не то сказали или сделали. Ну что тут смущаться, если апостолы и то падали. Что уж про простых грешников-то говорить. Ты смотри не на человека, потому что нельзя надеяться на князя, на сына человеческие. В них нет спасения. У нас один учитель и ходатай перед Господом, Иисус Христос. Посмотри на руки Его и на ноги Его, которые Он пронзил ради нас. Вот. В Нем действительно нет изъяна, нет соблазна, потому что в Нем нет греха. В любом человеке, даже достигшем известного совершенства, все равно есть немощи, все равно присутствует человеческое. Как бы мы к Нему хорошо не относились, как бы Его не обожествляли, как бы не боготворили, при ближайшем рассмотрении мы всегда увидим Его немощи. В большей или меньшей степени. Вот и повод для смущения. Но мы должны любой повод преодолевать, вспоминая о Господе. Тут несовершенство, там беспорядок, здесь кавардак, грех, суета. Ну и что? Это только безумие люди говорят, что раз автобус взорвался, значит Бога нет. Потому что если бы он был, он бы не допустил. Но это же не Бог взорвал, это человек сам, что хочет, то и делает. Бог наоборот. Он пришел на землю и распялся, чтобы всех спасти. И каждый из нас может быть спасен в любую минуту, надо только к Богу воззвать. Когда человек в растерянности, в смущении, дьявол может с ним делать все, что ему заблагорассудится. В некоторых видах борьбы, прежде чем бросить противника через бедро или через себя, ему надо чуть-чуть осадить вниз, а потом уже делать бросок. Также дьявол, прежде чем человека соблазнить, прежде чем он впадет в грех, вводит его в смущение. И если мы приходим в такое состояние, то надо знать, что скоро может последовать бросок. Мы полетим вверх тормашками. И если чего-нибудь не переломаем, то, по крайней мере, ушибемся. Поэтому нам нужно учиться быстро распознавать. Когда наша душа приходит в смущение или волнение, не обязательно волнение, злоба или зависти, или блудное волнение, а любое. Даже просто восторга. Ой, как хорошо, ой, как замечательно, какая благодать. Да, вот такая великолепная пробовать любимого нами всем протерея Дмитрия Смирнова на его мультиблоге. Нами была с вами услышана.